Приветствую, друзья! Это Ньюсейдер, я Александр Кушнер. Украинские военные побеждают в дроновой войне Россию. Очередное подтверждение у вас на экране. Еще один видеоэпизод, показывающий, как украинский FPV дрон уничтожает вражеский беспилотник. Но на этот раз не разведчик, а самый опасный в российском арсенале Zalo Lancet. Ударный дрон, как можно понять, в версии повышенной дальности до 70 километров и с боевой частью 3 килограмма. Именно эти дроны очень долгое время представляли, да и продолжают представлять огромную проблему для украинских военных в средней дальности тылах. То есть речь идет о тылах, которые располагаются как бы за линией фронта и обеспечивают вот эту самую передовую. То есть это расстояние от 30 до 60 километров. Но на этой дальности работают еще и украинские артиллерийские средства. Вот та самая артиллерия, которая, как известно, и является в этой войне основным орудием. Если у вас есть артиллерия, вы выигрываете войну. Если у вас нет артиллерии, вы ее проигрываете. Именно поэтому с самого начала, а именно примерно с конца 22 года, когда ланцеты начали активно работать, их основными целями были именно артиллерийские пушки ВСУ. В том числе и те же М3-7, потому что они очень эффективны, в том числе благодаря простоте использованию. Но с другой стороны, они же являются достаточно уязвимой целью, учитывая то, что они маломобильны. Коли они гаубицы, им постоянно нужен прицеп, чтобы оттягивать их. В этом плане, конечно, М3-7 стали довольно легкой добычей для целого ряда российских ланцетов, которые, особенно в первые месяцы, когда эти ланцеты только начали работать, показали определенную эффективность против них. Более того, нужно напомнить, что конец 22 и первая половина 23 годов стали периодами, когда Россия временно доминировала в области дронов, в том числе ударных, от Украины. У Украины тогда еще не было достаточного количества своих FPV-камикадзе и не было, вообще говоря, ничего аналогичного с зала «Ланцету». Россия же в свое время, еще в 1919 году, на основе зала «Куб» или вот чего-то подобного, изготовила «Ланцеты», успела их испытать в 1921 году. И поэтому, когда началась война против Украины, она, в общем, воспользовалась этим опытом, своими наработками, своими линиями производства, расширила это производство ланцетов, частично их модернизировала и, конечно, получила на какое-то время доминирование. Головную боль эти ланцеты приносят украинцам до сих пор. Но в определенный момент произошел перелом. Украинские военные, во-первых, начали доминировать в количестве и в качестве применения своих FPV-камикадзе малого радиуса действия, до 10 километров. Во-вторых, они смогли благодаря дронам-ретрансляторам повысить дальность обычных дешевых FPV-камикадзе с 10 до 30 километров в определенных случаях. Наконец, самое главное, уже в этом году, в 2024, украинцы, наконец, получили свои аналоги российским ланцетам. Вот те самые аналоги, которые, как вы уже видели, в том числе и у нас на канале, поразили огромное количество российской военной техники, в первую очередь дорогостоящей, то есть различных средств ПВО, в относительно глубоких тылах России, в том числе на ее территории, в том числе в Курской области. Сколько эти дроны вырезали и буков, и панцирей, и торов, не счесть, десятки и десятки. Вот даже недавний случай, когда была уничтожена система С-300, кажется, на восточном направлении, это как раз случай, в котором участвовал именно вот этот вот украинский аналог российского ланцета. А именно, он поразил пусковую установку, в то время как ракета GMLRS, запущенная Хаймерсом, уничтожила радар этой системы. Ну и таким образом, Украина начала, с одной стороны, доминировать в дронах в целом, с другой стороны, смогла добиться, как минимум, паритета в том, что касается использования ударных дронов на средних дистанциях, то есть на дистанциях от 40 до 70 километров. Эта дистанция, на самом деле, очень важна, потому что она находится как бы глубоко, то есть за передовой. Там противник обычно не ждет прилетов именно FPV Камикадзе. Именно поэтому тот, кто завоевывает вот этот сегмент, у кого вот такие дроны, летающие на 40-70 километров с поражающей способностью, работают эффективнее, у кого их больше, соответственно, тот и выигрывает войну. И сейчас идет гонка именно в этом сегменте. Но эта гонка идет ведь не только за количество вот таких вот ударных дронов, типа Ланцет. Речь идет еще и о том, чтобы нейтрализовать соответствующую способность, то есть соответствующие вражеские дроны противника. И как это получается делать у сторон. Что ж, мы не видели еще ни одного случая, чтобы Россия смогла бы отбиться от такого рода дронов, типа украинский Ланцет. А вот то, что украинские FPV Камикадзе начинают уничтожать именно залу Ланцет, мы видим, и это не первый такой случай. В данном случае, конечно, казалось бы, нечему удивляться. Просто летит FPV Камикадзе Украины, просто приближается к двигателю этого самого Ланцета, поражает ее, и Ланцет идет камнем вниз. Но здесь очень важно то, что таких видеоэпизодов стало множество. За последнее только время мы видели огромное количество вот именно таких видео, как украинские FPV Камикадзе ликвидируют в небе российские дроны. Правда, в основном разведчики. Среди них не так много зала Ланцет. Но теперь и зала Ланцет начали попадать под удар. В чем разница, я думаю, не нужно пояснять. Конечно, разведчики в этой войне чрезвычайно важны. Поэтому, если Россия лишается своих беспилотников в дальних и ближних тылах, она, соответственно, лишается и возможности наводить свои ракеты по той же украинской инфраструктуре в глубине украинской территории. И, конечно, если мы говорим о ближних тылах, то есть о фронте, то здесь Россия лишается возможности проводить тактическую разведку. Конечно, кто в этой войне доминирует в воздухе, тот и выигрывает. Достаточно посмотреть на то, как украинцы провели операцию в Курской области. Прежде всего, они завоевали превосходство в воздухе. В том числе и благодаря особо продвинутым дронам. Британским дронам, о которых мы до сих пор, кстати, ничего не знаем. Россия была полностью ослеплена, особенно в первые недели в Курской области. Да и сейчас в значительной степени остается ослеплена и проиграла. И именно в этом заключается цель. Именно поэтому Россия сейчас есть из-за чего нервничать. Уже и проукраинский, и просто украинский. А также и пророссийские паблики. Все хором говорят, что есть явная тенденция к тому, что Украина вытесняет Россию с неба. И с точки зрения разведчиков, ну и как мы видим теперь с точки зрения ударных дронов. Но если с разведчиками все понятно, если вы слепы, где у противника, наоборот, есть всевидящие дроны, то вот что касается ударных дронов, если эту линейку удастся выбить, то, конечно, это станет еще одной большой победой Украины. Речь идет о чем? Речь идет о том, что Россия может лишиться вот тех самых дронов, которые способны поражать военную технику на относительно дальних тылах. Я имею ввиду, что в этом случае украинцы, в том числе артиллеристы, смогут вздохнуть с облегчением. И учитывая, что значительную часть артиллерийской техники поражают именно ланцеты, у Украины, наконец, восстановится ее способность работать артиллерией так, как будто бы никаких дронов и нет. Ибо их действительно нет. Только это не будет возвращение в прошлое на машине времени, когда таких дронов не было. А это будет на самом деле наоборот. Скачок в будущее. Надо понимать, что ланцет вообще дорогая штука. Каждый ланцет стоит до 80 тысяч долларов, если мы говорим о продвинутой, большой версии ланцета. Вообще нужно понимать, что их существует две основные версии. Это ланцет 3, то есть стандартная крупная версия, и ланцет 1. Различия между ними заключаются как в дальности, так и в поражающей боеголовке. Ланцет 3 может лететь в течение 40 минут на дальность до 70 километров с полезной нагрузкой или боевой частью в 3 килограмм. А вот ланцет 1 летит 30 минут максимум с полезной нагрузкой или боевой частью в 1 килограмм и с дальностью полета до 40 километров. И, как вы понимаете, если такой дрон сбивается, Россия теряет не только соответствующие возможности ударного или разведывательного характера, а ланцет может выполнять обе эти задачи. И разведку, и огневое поражение. Она теряет еще и деньги. Деньги почти 100 тысяч долларов за каждый такой беспилотник. А вот сколько теряет Украина? Что ж, вот тот дрон, который поразил ланцет, я думаю, стоит не более чем 2 тысячи долларов. Да, конечно, это все-таки необычный дрон. Это непростой впиви-камиказы. Дело в том, что этот дрон, скорее всего, самолетного типа, потому что ему нужно достаточно долго и уверенно держаться в воздухе. Но, тем не менее, я не думаю, что он стоит дороже, чем 3 тысячи долларов. Что ж, если такая тенденция продолжится, то Россия, в принципе, лишится возможности использовать свои крупные беспилотники в воздухе. Азет-паблики могут и дальше оплакивать возможности, которые когда-то были доступны России, а теперь она их стремительно теряет. Происходит то, о чем говорил Валерий Залужный, бывший главнокомандующий ВСУ, когда утверждал, что Украина сможет победить Россию исключительно благодаря технологическому скачку, который позволит заменить людей роботами. И, кажется, этот скачок постепенно материализуется. Да, это не происходит мгновенно. Да, может быть, каждый по отдельности украинский дрон не меняет всей войны. Но когда их очень много, количество переходит в качество. А когда еще среди них есть и вот такие охотники за разведчиками и поражающими средствами, превращая их из охотников в жертву, то, разумеется, это может привести к тому, что Россия лишится одного из главных своих инструментов. Она лишится паритета в способности проводить дальнюю и ближнюю разведку. Что ж, друзья, именно как раз вот на такие дроны, дроны, которые охотятся за вражескими разведчиками и за вражескими ударными дронами и одновременно способны заниматься перегрузкой ПВО, мы собираем сейчас средства для команды Константина Мельника из сил специальных операций Украины. Цель сбора 49 850 евро. В настоящее время собрано уже более 14 тысяч евро. Если вы хотите поддержать команду Мельника, а точнее поддержать Украину, потому что эти дроны спасут множество украинских жизней, то вы можете переводить пожертвования именно вот на этот проект, на производство вот этих самых дронов, которые будут охотиться за вражескими разведчиками, через литовскую благотворительную организацию Хаплон Фаундейшн, через реквизиты, ссылки на которые я даю в описании к этому видео, а именно банковский счет и PayPal счет. Огромная просьба, пожалуйста, помогите команде Константина. Опытные ребята, которые давно уже и сами производят и сами эксплуатируют свои дроны, в том числе работая по дальним тылам на российской, международно признанной территории. Мы для них уже проводили неоднократно сбор, в том числе в прошлом году, и тогда помогли им развить проект дронов Дора и Вака. Я как раз говорю в том числе о дроне типа Баба-Яга, которые впоследствии стали общим наименованием вот этих вот тяжелых коптеров. Ну и, конечно, каждому спасибо, ибо каждое ваше пожертвование это спасение украинской жизни. Если вам нравится то, что делает наш канал, а он очень нуждается в вашей поддержке, можете помочь ему. Опять же, через те ресурсы, ссылки на которые найдете в описании к этому видео. PayPal, Patreon, BuyMe, кофе, банковский счет с реквизитами. И суперспасибо от YouTube, в виде отдельных кнопок под каждым нашим роликом. Мир и здоровья всем! До скорого!